Эмблемы памятников природы, туристические маршруты к ним и даже сайт термального источника Пымвашор представили участники второго этапа регионального конкурса «Природные сокровища тундры». Конкурс в рамках ежегодной международной экологической акции «Марш парков» прошел в Неницком краеведческом музее. Каждый ее участник желает сохранить уникальные природные территории Неницкого округа для будущих поколений. Юный эколог Юлия Денисова, побывав в июне на Северном Тимане в составе экологической экспедиции, занялась изучением тундровой флоры. Ее работа по оценке разнообразия растений стала результатом нескольких месяцев упорного труда. Она призывает защищать территорию Тимана и сделать ее охраняемым природным парком. Мы нашли два новых вида, которые еще никто не находил. Также это потом может моя работа вся пойти в раздел о защите ОПТ и, скорее всего, возможно, он станет оригинальным изучением парка Северного Тимана. Свои работы на суд жюри представили 11 школьников и студентов Неницкого округа, которые уже прошли первый отборочный этап. Все конкурсанты провели серьезную работу. Как итог, это вот их сегодняшнее выступление. И было приятно сидеть, слушать работу. И действительно все на достаточно хорошем уровне. То есть работы, которые можно показать не только в нашем регионе. Большое внимание конкурсанты уделили развитию туризма в Неницком округе. Научные руководители Схаруты Светлана Пономарева и ее ученик разработали туристический маршрут на термальное урочище Пым-Вашор по реке Адзиве. Основой для исследования стал опрос местных жителей о поездке к памятнику природы. Добираются на лодках до Пым-Вашора. Весной большинство людей. Летом вода очень маленькая. Перекатов очень много. За эту речку надо знать, чтобы ездить. Туристов, желающих посетить Пым-Вашор, немного. Но для них исследователи разработали интернет-сайт, который подробно рассказывает о самом источнике и о маршруте. Некоторые жители Харуты даже готовы помочь туристам добраться до места. Местные жители этого согласились и сказали, если будут обращаться, говорите, направляйте, помогите. Ещё один житель Харуты, девятиклассник Кирилл Хатанзийский, вдохновился Вашуткинскими озёрами, которые находятся в 365 километрах от Харуты и славятся большим разнообразием и количеством рыбы. Оказывается, на Вашуткинских озёрах в 50-е и 60-е годы хотели построить рыбзавод. И даже была проложена узкоколейка, железная дорога прямо к воде. И она осталась. Но всё заросло уже травой, землёй. Этот проект не осуществился. Ещё мы узнали один момент, что князь Потёмкинский посылал артель на Вашуткинские озёра за рыбой. И эта артель Сусь-Усы пешком добиралась до Вашуткинских озёр, ловили рыбу и потом нагруженные возвращались обратно. Дорога этой артели осталась неизвестной. Как они добирались, по какой тропинке они шли, это осталось в тайне. Работу оценивали ведущие экологи и специалисты округа. Победители объявили в четырёх номинациях. В одном наступлении произвучал вывод, что сохранение уникальных уголков нашей породы, в первую очередь зависит не от органов государственной власти, не от учреждений, а зависит от всех людей. И очень радостно, что ребята, многие из которых жители сельских поселений, понимают это. Несмотря на соревновательный характер, конкурс стал важным этапом экологического развития округа. Надежда Литкова, Леонид Шишелов, Игорь Рочев, Телеканал Север.